Люди хотят проживать только хорошие эмоции, а плохие эмоции не хочет человек проживать, не один. Ну так, тебе кажется, что ты страдаешь, да? Тебе кажется, есть та, которая плохо в этом проживании. Так вот, само проживание ты нашла, как та, которая страдает. Потому что ей именно не понравилось то, что с ней происходит. И так как она нашла, что ей это не нравится, она страдает в этом состоянии, то, что с ней происходит, да? И она создала иллюзию, вне тела, чтобы прожить там, пока это происходит. Но не прожить это в теле. Обязательно сбежать из тела. Так как ты есть та, что страдает, и она не захочет страдать. Она будет избегать, а избегать куда? В свой мир, который ты создала изначально твоего рождения, когда тебя начали прессовать, когда тебя начали говорить, что ты Наташа, а ты поняла, что ты Наташа, и тебя еще начали ругать, что ты Наташа. Вот с того момента ты начала создавать иллюзию, иллюзорный мир, в котором ты живешь. Это не только ты такая, это все люди такие. Они создают иллюзорный мир, где их невозможно найти, где их якобы это не будет касаться, где их это не зацепит. И они любыми способами туда сразу убегают. Только что-то здесь плохое, они сразу туда. Почему так говорят, там хорошо, где нас нет? Потому что там не могут нас найти. А нас там нету, потому почему? Потому что никто не знает, где мы. Пусть они ищут тебя в теле, попробуют найти, но тебя там нет. И в этом иллюзорном мире, когда ты услышала, что есть проблема у этого тела, ты мгновенно попадаешь туда, в иллюзию, и там начинаешь дорисовывать всю жизнь, которую тело еще и не прожило даже. И ты начинаешь в это верить. Ну да. Очень хорошо нарисовывается. Почему избегание боли происходит? Почему избегание боли происходит? Да. Да. Но она не в этот момент. Есть предположение, что будет больно. Потому что когда-то было больно. И в это предположение, что будет больно, ты сразу избегаешь. Потому что у тебя уже есть предположение о том, что будет. Что такое осознанные люди? Да. Они осознают. Они видят. Ты посмотрел вокруг себя. Все. Ты перешла дорогу, да. Ты не побежала через дорогу неосознанно. Что такое неосознанный человек? Где это было? Я не помню. Когда я ехал и чудачка хотела перебежать дорогу и не успела. Машина ехала быстрее, чем она бежала. Два кулька разлетелись по сторонам с едой. А она посреди дороги осталась. В этот момент она о чем-то думала. Это неосознанный человек бежал. Тело побежало, а она вышла из тела в этот момент. Она не смотрела ни налево, ни направо. Она просто бежала. Ей казалось, что она уже дома. Или ей казалось, что она чем-то занимается где-то. Я не знаю, что у нее было в голове. Но это было ясно, что она, не видя машину, бежала прямо под машину. Она ее просто не видела. Когда человек может не видеть машину? Когда его нет в глазах. Когда он не смотрит через эти глаза, которые есть. Где в этот момент человек был? Значит, он где-то жил в этот момент в иллюзии. В своем мире. И упустил свое присутствие, что надо смотреть на дорогу, потому что он перебегает дорогу. Глаза нам для чего даны? Смотри! Явно она не слепая была, когда она начинала бежать. Но ослепла где-то с полдороги. Вот так мы слепнем, глохнем. Запахи исчезают, вкусы исчезают, чувства исчезают. Так почему у тебя проблемы появились? Потому что ты не хочешь находиться в этом моменте. Решать проблемы, которые есть. Ты не хочешь довериться жизни, чтобы жизнь в теле была. И жизнь будет решать проблемы, если они есть для жизни. И отмечать внимание. Решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Иринっ входит всеено! То есть, когда находишься в теле, тогда проблемы решаются легче, легко? Но они не только решаются, они не создаются. Потому что проблемы создаются, когда ты вне тела. Проблемы не могут появиться в моменте. В моменте нет проблем. Проблема только тогда, когда ты начинаешь думать, что ты что-то неправильно делаешь, что тебе надо было так сделать, тебе надо было так сделать. А почему ты так сделала? А почему ты так не сделала? Спасибо. 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 Спасибо.